Лесопромышленная компания работает с 2007 года. Здесь реализуют несколько дорогостоящих и социально значимых проектов. Занимаются лесовосстановлением, обработкой древесины, производством изделий из дерева. Для Палиха предприятие является градообразующим. Сейчас здесь трудится более 700 человек. После введения санкций компании пришлось непросто. Потеряли основных покупателей европейские и американские рынки сбыта. Лесопромышленный сектор на самом деле относится к числу наиболее пострадавших отраслей. При этом мы для себя проходим сейчас процесс активной диверсификации, поиска новых рынков сбыта. В частности, нам удалось открыть для себя рынок Египта, Турции, Армении, Азербайджана и Узбекистана. 60 сотрудников компании некоторое время находились в вынужденном отпуске. Сейчас, по словам руководства, они вернулись на работу. В мае здесь открыли новый цех. На линии производят щит, который используют для изготовления мебели. В качестве сырья идет доска самого низкого сорта. Раньше это использовалось в СССР-ские времена, так скажем, как забор, грубо говоря, изготовление забора. Сейчас мы научились это перерабатывать и имеем такой продукт, как мебельный щит. Спрос огромный. Еще раз повторюсь, имея две смены, мы не успеваем за продажами. Для цеха приобрели новое импортное оборудование. Начинают процесс с обрезки доски по краям. На выходе она уже соответствует определенным параметрам. После вручную отмечают места, где расположены сучки. Здесь на обрезанных сучков в бутках нарезают пазлы. После их соединения получается целая доска. На следующем станке балки сращивают с помощью клея ПВА. Пресс позволяет получить готовый щит за три минуты. Из таких щитов делают кровати, столы, стулья. По словам начальника производства, перспективы для развития есть. Конкуренция на российском рынке низкая. Конечно, нам интересны предприятия такого уровня, и мы будем продолжать их поддерживать. Если они будут принимать решения о дальнейшем развитии и инвестировании в свое производство, мы будем рассматривать их заявки, в том числе и через фонд развития промышленности на привлечение денежных средств на покупку нового оборудования. Чтобы цех заработал на полную мощность, здесь готовы взять еще 52 сотрудника. Зарплаты, по словам начальника производства, от 37 до 60 тысяч рублей обучают на месте. Марина Зейна, Сергей Тютин, телекомпания «Барс». Марина Зейна, Сергей Тютин, телекомпания «Барс».